Всем огромный привет, мои дорогие! Я очень рада, что вы сегодня заглянули ко мне на канал. Мой канал о парфюмерии и меня зовут Лена. Я сегодня продолжаю вас знакомить с парфюмками, которые приехали мне с интернет-магазина RANDEVU. Если вам интересно послушать, о чем я, оставайтесь со мной. Ну что, мои дорогие, в прошлом видео я вам рассказывала, что приехала посылочка, а мне приехал замечательнейший аромат от Ататар Коллекшн, Роза Галор, который сняли или снимают с производства, схватила себе, чему несказанно рада. Но сегодня я вам покажу еще не менее классный парфюм, который зацепил меня. Я тестировала ароматы, так сказать, этого бренда, именно эту линейку. Он у меня, дорогие мои, не буду вас томить, вот такой вот тревел-версии. Это ароматы от Bracar Cosmogonia. И у меня этот парфюм называется Пламенеющие небеса. Вот так вот версия, версия тревел-версия выглядит. Я уже его открыла, я уже с ним пожила, чтобы более детально, более подробно вам об этом парфюме рассказать. Я вам скажу, линейка достаточно небюджетная. Вот так вот выглядит тревел-версия этого аромата. Я вам ставлю картиночку, как выглядит флакон. Флакон, конечно, классный. Но я вам скажу, небюджетный, знаете, тысячи за три. А может быть, этот аромат бы я взяла полноразмер. Но я думаю, что мне и для знакомства, и побыть, и пожить хватит этой тревел-версии. Я сейчас его пока что распылю. Что могу сказать? Ой! Что могу вам сказать по поводу этого аромата? Я протестировала много из этой линеечки. Подходила и к Прозерпине, парфюм, который многие восхваляют. Но я вам могу сказать, что Прозерпина – это аромат более старо-школьно звучащий. Собран по, видимо, канонам прошлого, как говорится, века. Потому что там очень много таких каких-то шипровых составляющих, альдегидных составляющих. То есть более олдскульное звучание. Я не скажу вам, что я прям вот винтажист. Собираю винтажи и люблю такое звучание. Я люблю, мне нравится это такие парфюмы изучать как арт-объект. Но мне просто-напросто некуда будет его надеть. И как-то образ у меня такой. Я в основном любитель все-таки спортивного плана одежды. Что-то такое все у меня очень удобное. Носибельные юбки ношу я очень редко, но все-таки ношу. И я со своим, так сказать, образом и образом жизни эти парфюмы не ассоциирую. Но я ни капельки не умоляю их красоты. Меня зацепил этот парфюм «Пламенеющие небеса». С первого затеста, дорогие мои, он меня просто очаровал. Это яркая композиция. Это взрывная композиция. Это реально пламенеющие небеса. Это действительно какое-то название, наверное, навеивает вот такие какие-то сразу же ассоциации. Пламенное небо действительно взрывной такой, яркий старт, как будто немножечко перечный. Хотя перчик не заявлен в пирамиде, но я его ощущаю таким немножко колким, немножко острым. Композиция сдобрена мхом. То есть это совершенно нелегкая такая, неневесомая, как говорится, неполивашечка, водичка. Это аромат такой, знаете, на подумать. Здесь такая интересная ноточка заявлена. Бессмертник редко встречается в парфюмерии. Я не знаю, что дает бессмертник, какую такую, ну, как бы, ноту. Но мне здесь слышатся сухотравные моменты. Легкое такое сухотравие. Еще здесь, что самое интересное, здесь находят, здесь в аромате заявлен эвкалипт. И правда, он очень-очень слышится. Кому-то может показаться, что это аромат какой-то мази. Кому-то это может показаться какой-то лекарственный момент. Но это так интересно. Эвкалипт, сухотравие, дубовый мох. То есть, композиция шипровая, композиция глубокая, яркая, такая насыщенная. Но потом, разогреваясь на коже, он действительно как будто горит на вас. Ну, я говорю, название, наверное, вот начинает. Мне вот такие какие-то рисовать картиночки. Классные, необычные. И чуть-чуть сладости добавлено здесь. И как будто бы бобы тонко, немножко дымности есть. И этот аромат на фрагрантике несколько человек сравнивают с дьявольскими интригами от HFC. И я вам скажу, что да, я принесла этот тревел, а с собой дьявольские интриги. Я скажу вам, да, есть у них что-то общее. Просто дьявольские интриги, как сказать, здесь больше чайных моментов. Здесь больше каких-то таких немножко кремовых моментов. По-моему, там заявлен рис, если я насколько помню, в пирамиде. Скорее всего, да, вот это все и смягчает дьявольские интриги. В космогонии, в пламенеющих небесах, здесь все громко, все напористо, все ярко. Смягчается лишь к базе. Сначала горит на коже, а потом немножко успокаивается, стихает, смягчается, становится теплым, немножко согревающим. То есть в пирамидке заявлена амбра, и она здесь вступает в свои права. Амбра, самхом. Какой он необычный, какой он необычный. Вот это специя, эвкалипт. Если честно, ну, если бы я не знала, да, что в пирамидке эвкалипт, я бы, может быть, его бы не вычислила. Я бы просто сказала бы, что аромат специевый. Он действительно, как будто специи подогрели на сковороде. Такой взрыв, взрыв просто вот этих вот ноточек. Очень красивый. Вот что-то, да, есть от дьявольских интриг, но я бы не сказала, что они прям очень-очень супер чем-то похожи. Что-то какое-то у них есть общее. Ну, просто пламенеющие небеса. Это яркость, это громкость, это стойкость. Блотер меня вообще сводил с ума несколько дней. То есть аромат вообще на блотере сидел, как прибитый. И на коже, да. Я вам скажу, шлейф в парфюме буквально, ну, на вытянутую руку и там несколько часов. Потом он усаживается ближе к коже. То есть по шлейфовости, например, и по стойкости они с HFC, в принципе, как-то так сравни. Я, например, ну, не знаю, дорогие мои, на себе я сильного шлейфа от HFC. Ну, как бы, ну, никто на мне его не заметил, никто не приметил, никто не сказал, что я шикарно как-то пахну. Пламенеющие небеса я еще не выгулила куда-то там в люди. Я только сама с собой. Как он красив, боже, как он, он интересный. Но, блин, ну, цена, ну, цена, конечно, от флакона меня остановила. Остановила пока что, пока что. Во всяком случае, тревел-версия. А сколько здесь миллилитров? Я что-то, подождите-ка, что-то я, 12 миллилитров. То есть в HFC там по 8 миллилитров, да, и хватает, в принципе, надолго поносить и попробовать. Но у меня вот этот вот тревел, он испаряется, потому что я его очень редко ношу, а уже все там, уже, я говорю, я уже себя заставляю быстренько его сносить, пока он у меня вообще полностью не исчез. Не знаю, посмотрю, как будет носиться. Это тревел-версия. Ребят, ну, классный. Советую вам, познакомьтесь. Ароматы представлены в лету. Я не помню, сколько там в линейке. Ароматов 8, может быть, может, чуть побольше. Но этот парфюм меня зацепил больше всего. Очень красивый, необычный, неординарный. Опять же, повторюсь, в такой большой моей коллекции ничего такого похожего нет. Вот только с дьявольскими интригами. К базе они становятся чем-то, чем-то похожими. Как-то маленько перекликаются. Но совершенно, можно сказать, они в разном ключе. То есть, дьявольские интриги, там более все спокойно, как-то ровненько. А здесь прям вот, правда, в сполохе огня эти горящие специи. Красота, красота. Мне этой тревел-версии хватит. Я не помню, есть ли на рандеву маленькие пробнички по полтора миллилитра этого аромата, чтобы попробовать побыть с ним и пожить. Если есть, то это вообще супер прекрасно. А еще плюс мой промокодик на 10% скидки. Тоже приятный бонус, приятная скидочка. Это тоже будет здорово. Ну, а если у нас денежек не хватает, можно всегда взять ароматик в рассрочку. И промокодик мой применяется при заказе от 2,5 тысяч рублей. Это тоже надо учитывать. Кто-то мне писал, что промокод не действует. От 2,5 тысяч рублей. Так что, дорогие мои, вот такая еще шикарнейшая, я не побоюсь этого слова, композиция. Космогония. Пламенеющие небеса. От Бракар. Я вам скажу, линеечка достойная, ароматы достойные. Присмотритесь, если кто-то не подходил к Космогонии, присмотритесь. Красивейшие флаконы. Они еще так интересно как-то стоят так наискосок. Очень классно. Если кому-то понравится такая композиция, это прям будет украшение парфюмерного шкафчика. Мне, я думаю, пока что тревел-версии совершенно достаточно. Тем более, его напористость, его такая насыщенность, громкость. Мне кажется, этой версии мне хватит очень-очень надолго. Ну, а на сегодня у меня все. Я вам, как всегда, желаю самых вкусных и любимых вами парфюмочек. Заходите ко мне на канал. И увидимся скоро. До новых встреч.